Привет! Добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей. В этом видео я бы хотела с вами поговорить о пептидах. Очень много вопросов поступает про уход зрелой кожи. И вы просили такое подытоживающее видео о пептидах, потому что их выходит в последнее время очень много. И я в том числе в разных видео показываю их очень много. А захотелось вам логично сделать такой сравнительный анализ среди тех линей, которые вышли в последнее время с пептидами. Они, конечно, здесь не все. Я вынесла всего несколько средств, которые меня особенно впечатлили. Вот это, кстати, тоже очень важный будет момент. То есть я прям старалась сосредоточиться на тех средствах, от которых я действительно увидела очень явный эффект на себе, и о которых я собрала хорошие отзывы в интернете не только от своих клиентов и подписчиков, но и в сторонних блогах. Например, я вижу там, что люди пишут, что они обсуждают. Поэтому вот такое вот интересное видео. Вы знаете, один из самых необычных продуктов, который завирусился, который многие обсуждают до сих пор, это линейка Retinol Collagen Lifting Toner от бренда MediPill. И несмотря на то, что называется Retinol 6, мы ее разбирали с вами, эту линейку. Там действительно разные ретиноиды, но это в первую очередь, если мы говорим о коллагене в том числе, это пептиды. Это пептиды, это аминокислоты в том или ином сочетании. И вот особенность этого тонера заключается в том, что это какой-то бустер, стартер. На самом деле, мне кажется, здесь они совершили маркетинговую такую ошибку. Я бы так и назвала этот продукт, я бы назвала его что-то типа стартера или бустера. И мне кажется, он в таком случае был бы более понятным и, может быть, даже лучше продавался. Потому что особенность этого тонера от бренда MediPill заключается в том, что он удивительным образом разглаживает кожу и смягчает ее. То есть более подготавливающего к макияжу вообще, к нанесению дальнейшего ухода тонера, именно чем вот этот, у меня в последнее время не было. И я прекрасно понимаю тех людей, которые сейчас его активно обсуждают. Потому что продукт прекрасный, удивительно, но это так. Единственное, что мне здесь не нравится, здесь присутствует одушка. Если бы у него этой одушки не было, было бы вообще замечательно. Мне кажется, даже сейчас я его нанесу на кожу и наношу при вас, да, и видно, что кожа становится более как будто бы светлая, более разглаженная, более такая вот какая-то плотненькая, к ней хочется прикасаться, она приятная на ощупь, у нее появляется какая-то вот прям упругость. То есть из более, есть разница, да, даже вот между двумя руками или даже между пальцами этой же руки. То есть насколько здесь разглаженная кожа, насколько сухая и менее сияющая здесь. Ну, действительно, этот тонер прекрасен. Вот если говорить о линейке Collagen, вот именно о линейке Collagen, там еще есть маска-пленка, она тоже очень интересная, но маска-пленка это все-таки чуть более спорный продукт. А вот этот вот тонер, тут, ну, что есть, то есть, как говорится, он действительно хорош. Я выделила, пожалуй, самый любимый, а нет, не самый, вот еще у меня есть, ну, наверное, один из самых любимых продуктов у бренда Dr. Pepti, это V-Edition, Peptide, Bottle Volume, Essence Premium. Это премиальная линейка, у них еще кремы есть из этой линейки, например. Крем тоже чудесный, но я все-таки решила, как самый экономичный продукт, самый интересный по составу, наиболее эффективно действующий прямо вот в моменте. Понятно, что это не пептиды действуют в моменте, но тем не менее. Кстати, по поводу пептидов, они здесь используют такую интересную форму бутулинического топического токсина, то есть именно для наружного нанесения. Это не ацетил, гексапептид 8, там, эргирелин и все остальное, к чему мы привыкли, и не Синейк, и не Снепейт. Это другая модификация. Посмотрите, я встречала только еще один бренд, который работает на этом пептиде, это Болька. И у этого продукта, что интересно? Ну, понятное дело, он называется Volume не случайно, здесь еще и Вольфелин есть, помимо всего прочего. Это эмульсия, которая для меня является эмульсией одного этапа. У меня она не вызывает никакого раздражения. Ура! Потому что почему-то эмульсии Medipil, вот такие вот пенящиеся, у меня все вызывают раздражение. Наверное, здесь за счет чего-то другого механизм пенообразования происходит, потому что у меня нет раздражения от этой эмульсии. Я стала ей спокойно пользоваться. Она делает лицо в моменте настолько сияющим, гладким, но без жирности. При пролонгированном использовании она действительно как будто бы из более таких атоничных, вялых, тусклых тканей, вот особенно это заметно на шее, делает какие-то, знаете, более объемную, вот налитую, так и хочется сказать. То есть появляется жизнь, кожа расправляется, улучшается цвет лица. И в моменте красивый эффект глоу. Крем, который у них в такой большой упаковке, большой баночке, он более плотный, чуть более бальзамного такого профиля. Я бы эту эссенцию, я так и делала, наносила соло. Я не вижу смысла ее ничем закрывать. Коже очень комфортно. И я не вижу просто в этом смысла. Еще и поверх этой эссенции крем, хотя, очевидно, так и предполагается. Самодостаточный, полноценный, красивый продукт в большом объеме. Вот из этой линейки вообще все и доктор пепти выделяю. Но у них еще есть одно средство. Это Bottle P Prinkle Ample с тем же самым пептидом, пептидами, с тем же самым пептидом, вот этим топическим ботулотоксином. Очень концентрированная, вязкая, плотная сыворотка. И поэтому невероятно экономичная. И очень интересно, сейчас вы увидите, она выглядит. То есть, мне кажется, ее хватит на веки вечные вообще. Ну, несмотря на то, что, да, она, очевидно, у меня заканчивается, вот донышко поднимается. Но, посмотрите, она какая. То есть, она как густое желе. Посмотрите, вот я ее пальцем раздавливаю сейчас, видите? Она какая-то мастика. Я никогда не встречала такой текстуры. И за счет этого, помимо всего прочего, она обладает неким эффектом блюра. То есть, вы когда ее массируете в кожу, нужно действительно вот одной этой плотной капли. Помимо того, что даже сейчас, мне кажется, тоже видно, что прям вот мелкий рельеф на руке становится более разглаженным. Есть у нее такой эффект. Очень интересный продукт. Очень интересный продукт, если вас беспокоят, в первую очередь, мимические морщины. То есть, это продукт для мимических морщин. А если больше мы говорим о том, что вас беспокоит потеря плотности кожи, например, и вследствие этого какие-то провисания, деформационные изменения, здесь, спустя долгое время, я по-прежнему хочу выделить баталинум вот эту вот ампулу. Она удивительно эффективна оказалась. И что мне нравится, что действие этого продукта, вот в том числе на консультации у меня был отзыв от весьма зрелой леди, и у нее как раз мелкоморщинистый морфотип и тонкая такая, знаете, как будто бы опавшая, потерявшая жизнь атоничная кожа. И вот у нее, это вообще очень интересный кейс для меня, был, в принципе, первый опыт взаимодействия с пептинами, и мы с ней остановились именно вот на этой линейке от MediTime, баталинум. И действительно был результат, особенно вот на морщинах на щеках. Это вообще большая удача, потому что вот с этими морщинами, знаете, когда мелкоморщинистый морфотип на щеках, мало очень что работает. Это хорошая штука. Я сама эту линейку хорошо протестировала. У меня и крем был из этой линейки, он закончился. Но ампула у них действительно чудо как хороша. Вот если она пропадет из продажи, например, или сильно повысится в цене, я буду очень расстроена. Потому что для меня это в том числе рабочий инструмент на консультациях. Когда мы говорим о такой тонкой коже с потерей плотности, вот в первую очередь и с наличием морщин. Великолепный совершенно продукт. Sue Skin линейка Collagen. В этой линейке есть несколько продуктов, и в том числе обсуждался крем. И вот недавно тоже от своей клиентки она живет за границей, но она прислала письмо. Я, говорит, слышала про этот крем Collagen. Могу ли я себе его купить? А я говорю, можете, но если вас устраивает, что у него достаточно плотная текстура. И уже после того, как мы переписывались, вышла вот эта маска. Из этой линейки Collagen Sleep Mask. И удивительно, я была уверена, что если у них крем такой достаточно плотненький, то маска будет вообще чуть ли не бальзам. Но оказалось, все ровно наоборот. И вот из линейки Collagen, она на пептиды меди. Кстати, мне очень нравится, бренд Sue Skin не использует 153 пептида, а использует, если использует, как правило, пептид меди. Вот это мне очень нравится у Sue Skin, кроме всего прочего. То есть они берут пептид с самой хорошей доказательной базы. Я тоже его всегда беру в работе, если мне предлагают что-то сделать. Я тоже беру пептид меди, чтобы уж наверняка. Так вот, здесь 10 видов гиалуроновой кислоты, коллаген, там всякие разные церамиды. Так вот, особенность этой маски заключается в том, что, на мой взгляд, она более универсальна даже, чем их крем, а работает ничуть не хуже. Поэтому обратите, пожалуйста, на нее внимание. Продукт интересный. Кроме того, в формате тюбика, а не баночки, и распределяется по коже, становится более тонкой текстура, и достаточно быстро впитывается, и не оставляет липкости и жирности после себя. Хотя, совершенно очевидно, на коже мы чувствуем плотность такую приятную. Вот если вы хотите для себя рассмотреть линейку коллаген, вот эту белую упаковку с фиолетовой линией, где написано коллаген, пожалуйста, читайте внимательно. У Сьюскин очень похожи друг на друга все продукты. У них это может быть и средство с ретинолом, все, что хочешь, может быть. Поэтому внимательно читайте. Так вот, вот этот вот продукт, именно в формате маски ночной, мне кажется, более даже универсальным, то есть для большего количества людей, чем крем. Теперь, если мы говорим про кремы под глаза, помимо всего прочего, вы понимаете, что вот эти вот, например, ампулы можно наносить под глаза? Да, то есть вообще пептиды, какие хотите, все можно наносить под глаза. Поэтому я не выделяю здесь крема для глаз как-то особенно, кроме крема, который я очень люблю, который я беру второй раз. Я не знаю, в чем магия некоторых кремов MediPill. В свое время из линейки Peptide 9 черный крем, вот этот знаменитый, где 40 мл упаковка, такой он тянется, как улитка, завоевал мое сердце, и с тех пор началась моя любовь к бренду MediPill, а теперь это крем Peptide Tox, Bor Eye Cream, с 5% пептидным комплексом. Как я назвала этот крем, в свое время мне показалось, это новый шаг в развитии бренда MediPill, потому что раньше они, как мне казалось, может быть я ошибаюсь, но почему-то мне кажется, что нет, всего и побольше. Особенность этого крема, и почему я говорю, что это новый шаг, в том, что формула более компактная. Знаете, все-таки краткость сестра таланта. И умение технолога собрать компактную, но рабочую формулу, это требует определенного таланта, нежели чем положить всего и побольше. И вот здесь реализована эта функция. Кроме того, мне нравится текстура этого крема, и он более удобен в нанесении, чем вышеупомянутый крем в черной упаковке Peptide 9. Мне это очень нравилась, вот эта его тягучесть, а кому-то нет, я это точно знаю. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на этот крем, он чудесный. Мне кажется, что по большому счету он подойдет и для лица. Я не могу, опять же, сказать, здесь все взаимозаменяемо. Пептиды, они такие, ребята, тем более, если мы говорим про возрастные изменения, там все для всего подходит. Вы можете взять один крем, одну сыворотку и пользоваться all-in-one, что называется. Наносить и на лицо, и под глаза, и на шею, и на декольте, и везде, и не тратиться на 153 банки. Потому что, если у вас состояние типа кожи и потребности кожи под глазами на лице и на шее совпадают, смысла в разных продуктах нет никакого. То есть вы можете выбрать себе любой абсолютно продукт и пользоваться им повсеместно. Ну, кроме некоторых, разве что. Вот, например, из линейки Volume Peptide 9 фиолетовый я выбрала все-таки один продукт. И это вот эта вот сыворотка лифтинг All-in-One Podo Ample называется. Значит, здесь находятся у нас с вами пептиды, которые обеспечивают уплотнение кожи и подтяжку. Немного маслянистая сыворотка. И это линейка Volume. Здесь есть волюфелин. Причем, как будто бы мне показалось, что его больше, чем в предыдущем. Вообще, волюфелин медипил любит как компонент. Да, это то, что увеличивает объем подкожевой клетчатки на какие-то проценты, но тем не менее. Единственное, что вот у меня эта сыворотка использована наполовину. У меня почему-то белая фаза, жидкая, практически закончилась, а верхняя маслянистая, как будто бы ее гораздо больше осталось. Ну, не знаю, с чем связан такой эффект. Может быть, я недостаточно хорошо взбалтывала. Что мне нравится в этой ампуле? Эффект Glow. Моментальное ощущение более упругой, более расправленной, увлажненной кожи. Прекрасно можно использовать соло, сочетается с кремом великолепно. И если мне хотелось, например, усилить этот эффект Glow, чтобы, знаете, вот кожа как зеркало просто сияла, я использовала этот крем с кремом, который завоевал мое сердце. Это один из тех продуктов с пептидами, который прям врезался мне в память среди всего многообразия продуктов, которые я тестирую в силу своей работы. Потому что это крем от бренда Petitra. Он сам по себе обладает эффектом Glow. И он жемчужина розового цвета. Он цвет лица, в принципе, очень хорошо расправляет. И вот этот вот дуэт из крема Petitra и вот этой вот ампулы Volume делал из моего, по крайней мере, лица просто гладкое, как коленка, как говорила моя бабушка. Лицо без морщин, сияющее, холеное, просто вот какое-то невероятное. Как будто бы, знаете, вы сделали процедуру Hydrofacial. Вот я, у меня коллега любит делать процедуру Hydrofacial. Она когда приходит на следующий день, через день, если мы с ним видимся, вот это сияние кожи, которое видно издалека, ни с чем не сравнимо. Но не зря называют процедурой ковровой дорожки. Я каждый раз думаю, может, мне тоже сделать, а потом думаю, а зачем мне делать, если есть косметические средства, которым, по сути, я достигаю такого же эффекта. Вечером можно сделать себе пилинг, ультразвуковую чисточку, потом нанести опыт, и ты сияешь точно так же. Ну, может быть, поклонники процедуры меня сейчас осудят, скажут, что я ничего не понимаю. Вполне возможно, ибо я не пробовала на себе, но видела на других. Поэтому обратите внимание, вот такой интересный дуэт я нашла. Но если у вас очень жирная кожа, наверное, вам не подойдет именно этот дуэт. То есть я взяла бы сыворотку полегче, ну, к примеру, я взяла бы вот эту, MediTime, но все равно закрывала хотя бы на ночь вот этим кремом Пититра, потому что он замечательный. А если вас не устраивает сыворотка с мысленистой фазой, вот этой вот бренда есть филер Изи. Опять же, вот этот скромный пептидный комплекс по сравнению с былыми временами, где было по 15 штук. И здесь 5 видов гиалуроновой кислоты. Нужно этого продукта совсем чуть-чуть, вот этой вот ампулы. Это, кстати, тоже один из ее таких преимуществ. Очень хорошо увлажнить лицо чем-то, что вот прям его разглаживает и расправляет в виде, вот например, вот это, опять же, это же один и тот же бренд, коллажен. И вы берете филер Изи, вот эту вот ампулу, буквально 2 капли, она у меня тоже заканчивается, у меня все заканчивается, что-то. Господи, за какой я умудряюсь столько косметики закончить? Понятия не имею. Значит, вот смотрите, вот она филер Изи, и я, как ее наношу, я наношу ее вбивающими вот такими вот движениями, потому что здесь гиалуроновой кислоты, они положили комплекс, по-моему, они малость переборщили, потому что есть некоторое ощущение такой липкости. Вот, кстати, если вы обратите внимание, я не знаю, видно вам это или нет, но у меня сейчас на коже и в воздухе образуются паутинки. Смотрите, я вам сейчас покажу, я надеюсь, вам будет видно. Видите паутинки? Кто-нибудь видит паутинки? Ну, неужели вы не видите паутинки? Я не вижу паутинки. Но, на самом деле, когда я прихлопывающими движениями наношу эту сывороту, тут прям паутина вот такая вот от пальцев, но она очень тоненькие, эти паутинки. И вот я, кстати, я не знаю, от чего образуются паутинки. Как мне вам показать эти паутинки? Они настолько тонкие, тоньше волоса. Мне кажется, что камера их не поймает. Даже вот в воздухе вот так разлетаются эти паутинки, когда так делаешь. Я это подсмотрела в одном корейском блоге, что нужно вот так вот наносить с паутинками. И тогда получается, во-первых, она ложится бархатистым слоем. И вот такой эффект лифтинга и уплотнения, но без ощущения жирности и липкости. Потому что вот в целом они очень похожи по эффекту. Вот не зря они даже по цвету похожи, оба фиолетовые. Просто вот это двухфазное все-таки за счет маслянистой фазы дает прям, ну, понятное дело, некоторую жирность, хотя здесь похоже больше на консистенцию сухого масла. А вот эта вот штука, многие жаловались, дает липкость. На мне, кстати, она липкость и до нанесения похлопыванием особо не давала. А уж при похлопывании там совсем нет никакой липкости. Поэтому здесь просто выбирайте, что вам комфортнее. По эффекту они мне показались обе очень похожи. Поэтому из линейки Пептайд Най новый, фиолетовый, там патчи, эссенция, есть крем из этой линейки. Я выбираю двухвозную ампулу. А из линейки Филлер, там тоже крем есть, я выбираю вот эту вот ампулу с паутинками. То есть, понимаете, где мои фавориты. Вот, наверное, это пока что все. Это то, что я очень хорошо протестировала. Практически даже вы видите, многие продукты заканчиваются. То, что я точно могу сказать свои впечатления. Вот, абсолютно. по мере того, как у меня будут накапливаться продукты с пептидами, вот чтобы такое, знаете, было четко сформировано впечатление, я тоже буду, если вам это интересно, делать подобные видео. Спасибо, что вы досмотрели этот выпуск до конца. Всего хорошего. Пока.